добрый день дорогие мои друзья зрители моего канала приветствую вас на моем канале спасибо за ваше внимание к моему каналу и сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему вопрос не задала подписчица светлана добрый день посоветуйте что подарить взрослому мужчине из австралии чтобы подарок был действительно ценным а не безделушка очень признательно за ответ с уважением и имя девушки дорогие мои женщины вопрос очень непростой хоть интересный вы знаете однозначно ответить что конкретно подарить какому-то одному мужчине я думаю невозможно потому что сколько людей столько мнений у каждого свой вкус у каждого свое мнение на этот счет поэтому я сейчас постараюсь рассказать о своем опыте и какие выводы я сделала из всего того что я уже в своей жизни совершила как и многие женщины собираясь на первую встречу я конечно долго думала что же что же мне подарить мужчине чтобы чтобы этот подарок был запоминающимся чтобы он всегда напоминал обо мне чтобы подарок этот как бы ежедневно был перед глазами у мужчины чтобы это одновременно была не какая-то там безделушка и я значит очень долго думала много ходила искала и ничего большего я не смогла придумать как подарить вот такой подарок я подарила вот такой набор настольный набор офисный который состоит вот из ручки из часов записных вот таких листиков и все это на красивой такой тяжелой каменной подставки выглядело как-то солидно и мне показалось что если этот набор будет стоять на столе у моего мужчины то этот набор естественно будет ему напоминать в любой момент он может мог бы посмотреть где находится россия где находится австралия и таким образом все время я буду у него в мыслях но знаете подарок действительно произвел впечатление на его на моего будущего мужа и он растерялся потому как мне он ничего не подготовил он приехал встречать меня с букетом красивым букетом роз потом он приготовил ужин мы поужинали как такового подарка в ответ я не получила я видела его желание понравится я видела желание его угодить мне сделать нашу встречу интересное мое посещение австралии в целом с его стороны было такое внимание такой напор нежности и доброго отношения что я даже и не вспомнила о том что он мне должен подарить подарок и со своей стороны он предпринимал все чтобы я чувствовала рядом с ним комфортно чтобы мне понравилось все естественно он старался понравиться сам и в ответ на я думаю так что на вот этот мой подарок он постарался мне создать все комфортные условия когда собиралась в австралию я не учла один момент что в австралии быстро наступает тепло я была в ноябре месяце и приехал в австралии буквально через пару дней резко наступила жара и мой муж сам предложил мне поехать купить что-то из одежды хотя я брала с собой одежду но как-то не рассчитала что комфортнее мне в джинсах было бы чем в брюках я взяла с собой новые макосины которые мне в первый день ужасно натерли и вот он меня повез и он купил нет и джинсы купил мне новую легкую обувь что-то еще и вы знаете вот это его желание желание угодить желание понравиться желание обеспечить мне комфорт это все перевешивала на чашу весов сравнение с тем подарком который бы он если бы он приготовил он подарил мне да я забыла сказать какое впечатление на моего мужа произвел вот мой подарок в виде вот этого настольного прибора он конечно же сделал вид что очень обрадовался ему очень приятно было конечно он его разглядывал первые там 5-10 минут потом я поняла что вы знаете этот подарок он ему не нужен в принципе да он напоминает напоминал может быть обо мне но так чтобы этот подарок был нужен я не могу сказать он до сих пор все эти листочки записные листочки они лежат нетронутые то есть для него ручкой он тоже это не пользуется в общем подарок с моей стороны был бесполезный я так по ним поняла хотя я его долго искала и хотя я честно признаюсь он не дешевый подарок и конечно я потратила на него какие-то деньги в результате он оказался не нужны и в общем дорогие мои женщины я хочу сказать что иностранцы в том числе и австралийцы относятся очень символично к подаркам особенно на первой встрече то есть я бы никому не советовала покупать каких-то дорогих подарков особенно как мне вот написала девушка чтобы это был серьезный подарок а не какая-то безделушка вот именно я хотела бы вам посоветовать дарить на первой встрече не надо серьезных подарков я хочу сказать что вот со стороны сегодняшнего дня со стороны сегодняшнего времени если бы я ехала на первую встречу с потенциальным женихом я бы не стала дарить ничего дорогого ничего серьезного ничего такого чтобы были большие затраты потому что во первых это первая встреча вы не знаете что как у вас сложится с этим мужчиной и было бы неразумно чтобы дарить ему какой-то серебряную цепочку или же какой-то дорогой парфюм или что-то еще дорогое под почему потому что первая встреча ни к чему не обязывающим может сложиться но может и не сложиться во вторых когда вы дарите подарок мужчине вы просто обязываете его подарить еще что-то дороже поэтому дарить какие-то дорогие подарки это вообще конечно не нужно не надо стараться удивить мужчину каким-то таким подарком чтобы он помнил раз и навсегда именно вас самое главное при первой встрече это на мой взгляд это взаимоотношения как вы понравитесь друг другу как вы найдете общие точки соприкосновения так и будет развиваться в дальнейшем история ваших отношений а подарок дорогой подарок он не сыграет никакой роли поверьте кроме того что вы потратите много времени в поисках чего-то необычного и потратить еще и деньги приличные в результате он не сыграет никакой роли на мой взгляд лучше подарить какой-то сувенир ни к чему не обязывающий сувенир можно учитывать конечно интересы мужчины если он играет шашки или в шахматы можно подарить подарочный набор шахматный или шашечный будет для него как бы полезный подарок можно подарить на книгу о вашей местности где вы живете или набор открыток о городе в котором вы проживаете но желательно чтобы это было на английском языке когда я ехала по визе невесты в австралию я купила специально для мужа вот такую красивую книгу с иллюстрациями цветными о местности где я прожила всю свою сознательную жизнь а именно о кавказских минеральных водах но вы знаете опять мне не хватило мудрости я купила эту книгу именно на русском языке совершенно не подумала о том что весь текст напечатан на русском языке естественно англоязычный мужчина ничего не поймет кроме вот этих иллюстраций лет на следующий год уже когда мы были в том числе и на кавказских минеральных водах он увидел все это воочию это было конечно гораздо интереснее для него чем вот эта книга и подарок тоже оказался если не совсем бесполезной то наполовину бесполезной и кроме иллюстрации красивых картинок он конечно ничего не понял и момент который усугублял выбор подарка с моей стороны это был тот момент что в австралию запрещен ввоз многих товаров в том числе изделий из дерева продуктов питания ну и еще там по списку все это можно найти в интернете и я хотела подарить что-то из дерева но меня останавливало то что этого делать нельзя меня могли оштрафовать при ввозе каких-то таких вещей запрещенных при ввозе при въезде в австралию поэтому я вот выбрала то что выбрала но когда мы были в санкт-петербурге мой муж увидев вот таких замечательных матрешек купил несколько штук их для меня для своей дочери еще для одной нашей знакомой женщины он купил вот несколько таких ярких матрешек то есть ему это понравилось еще я купила наш приезд вот такое яйцо оно деревянное но с изображением святой мадонны потом мы еще увидели вот такую симпатичную шкатулочку он мне сказал не хочешь такую я говорю хочу как бы на память о россии и я была очень удивлена и спросила у джозефа говорю а как же мы ввезем эти все товары потому что в австралию запрещен ввоз изделий из дерева на что он ответил а мы их просто задекларируем в общем мы задекларировали эти подарки декларации выдаются в самолете и надо заполнять там все что ты везешь то есть если не задекларировать и найдут какую-то вещицу запрещенную к возу то это будет большой штраф если мы вот задекларировали у нас никто ничего не спросил также я в своей декларации указала что я везу продукты питания потом на контроле меня спросили что именно я везу из продуктов питания я ответила что мы купили несколько бутылочек коньяка и коробок конфет в дьюти фри вопросов больше не было что покупается в дьюти фри вообще не не вызывает никаких сомнений единственное если вы покупаете спиртное в дьюти фри нужно просить чтобы спиртные напитки упаковывали специальные коробки именно в коробках вы можете внести его в помещение самолета и вопросов никаких не возникнет храните также этот пакет храните чек то есть все товары которые куплены в дьюти фри их можно беспрепятственно ввозить на территорию австралии но опять таки я повторяю что если это изделия которые запрещены к возу именно там продукты питания деревянные изделия их надо обязательно регистрировать записывать в декларации когда я решила сделать сегодняшнее видео я спросила у мужа говорю скажи мне честно пожалуйста вот чтобы ты хотел чтобы я тебе привезла именно тогда при первой встрече потому как я спрашивала тебя в нашей переписке чтобы ты хотел чтобы я привезла тебе на что мой будущий супруг ответил не надо ничего привозить прошу тебя здесь все есть ничем ты меня не удивишь но имей ввиду что запрещены к возу то 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 вот такие фразы он мне говорил чтобы я ничего не привезла чтобы я ничего не искала ничего не дарила когда же я вот буквально два дня назад у него спросила о том что как ты думаешь что же все таки лучше привести на первую встречу он так задумался развел как всегда руками говорит я не знаю я говорю ну пожалуйста в течение дня подумай что вот ты бы ты бы вот предпочел и спроси еще у своих сотрудников мне было интересно узнать мнение мужчин его сотрудников когда он пришел с работы он мне говорит я поговорил с несколькими моими сотрудниками мужчинами и мы пришли к выводу что бутылочку хорошая русской водки такую подарочную небольшую бутылку было бы хорошо любому из мужчин на мой вопрос но не все же мужчины пьют алкоголь он ответил что практически все мужчины выпивают но если эта бутылочка будет стоять и ждать гостей то это тоже не помешает то есть бутылка хорошей водки по мнению австралийцев это лучше чем какой-то настольный набор моя одна знакомая девушка она когда приезжала в австралию она привезла такой подарок она мне показала его обычная кружка в больших городах существует много таких мастерских фото мастерских которые могут делать фотографии на любом предмете то есть это может быть майка это может быть кружка заказать свою фотографию таким образом мужчина будет каждый день пить утром чай и любоваться вашей фотографии точно также можно сделать с маечкой если вы знаете размер своего друга можно также купить просто белую майку и на ней заказать в этой мастерской фотографию с вашим изображением это тоже как вариант недорогого подарка который интересный одновременно и недорогой то же время и в то же время оставит долгую память о вас вашему избраннику так что девочки дорогие вывод один не нужно тратить больших денег не нужно тратить много времени чтобы выбирать подарки чтобы их покупать и тратиться на это дело в том что может быть такое что вы приедете вы привезете с трудом выбранный подарок дорогой подарок для мужчины а мужчина вам в ответ ничего не подарит потому что западный менталитет предусматривает как бы чисто символическое отношение к подаркам и же при встрече вам подарит какой-то магнитик на холодильник поэтому чтобы не было разочарований и не было попусту потраченных денег старайтесь не покупать дорогих подарков на первую встречу а еще хочу попросить вас дорогие девочки оставить свои комментарии под этим видео что вы считаете по этому вопросу нужно ли вообще дарить подарки и какие подарки если у вас есть предложение а всем женщинам которые собираются на первую встречу с иностранцем я хочу пожелать прежде всего удачи взаимопонимания и самое главное возникновение взаимных чувств поверьте это гораздо важнее чем какой-либо подарок на этом я с вами прощаюсь до новых встреч не забудьте поставить лайк подписаться на мой канал всего вам доброго пока пока